1 2 3 привет так мы хотим посчитать среднюю длину строки так как у нас имеется файл в котором на данный момент есть четкое разграничение длины вообще цитаты какое именно то есть есть дан до в конце и нам не нужно делать никаких особо других действий то есть она везде есть одинарная или двойная то мы делаем так открываем html файл наш например отсюда просто выделяем копируем и вставляем в excel дальше для того чтобы обычно не терять сортировку я всегда добавляю колонку то есть выделяем строчку вид добавить столбцы и потом делаю нумерованный список делаю обычно так нажимаю единичку ставлю на двоечку пишу формулу равно то что выше плюс 1 так как у меня rc система то отображается не а1 а r1 c1 и потом копирую эту ячейку прокручиваю до самого низа выделяю ячейки вставляю все везде вставилась если будет везде например двоечка то значит стоит ручная пересбор формул для этого нужно нажать и в 9 тогда она обновится в 9 обновляет форму дальше опять выделяем строку копируем и вставляем только значение все это у нас теперь формул здесь нету и мы не боимся что если при пересортировке формулы теряются так дальше нам необходимо выделить все строчки где у нас есть данды как это сделать так как нам кроме дан больше никаких не нужно манипуляции делать то есть если например бы стояла как здесь то есть сначала слова потом цитата потом еще то нам нужно было бы опять же искать данду разделять отделять слово отделять цитату так так если я правильно понял что такое цитата то есть это вот это вот значит мы пишем формулу найти все же или фаунд используйте смотря где искомый текст текст всегда пишется скобках если пробел оставляем пробел если нам нужен обратный слэш точка с запятой просматриваемый текст выделили начальная позиция единичка начальная позиция дает нам возможность корректировать то есть если у нас нам например нужна последняя данда ну это один из методов который можно сделать то есть и вот мы получаем там где есть данда там мы получим число просто напросто мало того что мы получим число мы еще и получим длину строки фактически то есть нам решает эту сразу задачу дальше для того чтобы не было знач почему происходит знач то есть когда он не находит он просто не знает что сюда поставить поэтому есть такая функция как если ошибка и фарор выражение если ошибка оставляем пустоту вот получилось у нас теперь красивая это вариант 1 варианта 2 ну ладно давайте пока вариант 1 так скопировали вставили везде опять же скопировали вставили все получили получили циферки вставляем ну я вставляю строку обычно тут какую-то шапочку примитивная выделяю строку сортировка фильтр и автор фильтром сортирую вот у нас выделить все слова где присутствует слэш ну вот у нас проблема появилась вот такие вот то есть везде оно будет везде где есть слэш такой как обходить это у нас есть пробел перед данной мы можем указать что это пробел и тогда у нас исчезнут хотя их тут единицы то есть в той же формуле равно найти искомый текст мы ставим пробел слэш просматриваемый текст единичка и опять оборачиваем это все в если уж то есть в данном вот то есть м сверкла с сверкла и с Странно, видимо, там не простой пробел, а там какой-то маленький пробел, поэтому проблематичненько, однако, получается. То есть, по идее, здесь оно должно найти, но оно его не находит, почему-то. А почему, потому что, скорее всего, это может быть. Скорее всего, там может быть настоящая, да. Странно стоять, просто в обличии слэша, хотя до этого слэш находился, то есть, не везде, значит есть, значит просто не везде есть. Двойное условие не хочет, потому что здесь нельзя двойное условие делать. Ну и ладно. Так, вариант 2. Так как у нас в конце всегда стоит данда, то мы можем использовать формулу правый символ. Текст и число знаков, например, 2. То есть, если пробел будет, растягиваем. И вот теперь мы видим, что в варианте с вот такими, где встречаться будет слэш в серединке, мы ничего не получим. Этот вариант тут более надежный. Пересортировываем. И вот наши. Чтобы вот так вот не издеваться, то тут уже проще, конечно, сделать, опять же, как раз таки найти. Найти, искать слэш. Но уже искать его не в строке поиска, а в самом поиске поиска. Зачем нам это? То есть, так как мы только что пытались выделить, то есть это надо специально идти искать это все. А тут мы одним махом фактически. Вот у нас где слэш, у нас просто будет единичка стоять. Все это дело копируем, вставляем, убираем формулы, сортируем и теперь получили все там, где есть данда. Да, способы конечно не из легких, но вставляем на новый лист. Это удаляем. Так, длина. Есть такая формула, как длина строки. ДЛСТР. Вот мы конкретно получили длину строки с дандой. Чтобы ее не учитывать, берем минус. Можно написать минус 2, но так как у нас длина будет, можно просто сделать, заменить двойную ни на что и одинарную ни на что. И теперь формула среднего значения. Среднеарифметическая. Длина. Которые могут быть численными ненавимыми сильными. 79, 7. Продолжаем.